После того, как некоторые страны закрыли границы для профилактики распространения коронавируса, многие граждане России оказались в изоляции. Александр Кушнир, который вместе с женой проводил отпуск в Марокко, говорит, что 15 марта, после известия о закрытии авиасообщений, количество людей на улицах Маракеша постепенно сократилось, но паники нет. Людей очень мало, туристов почти нет. В основном это те, кто так же, как и мы сейчас, а мы являемся гражданами России, эти туристы так же заблокированы здесь в стране и не могут улететь. Мы держим связь с Генеральным консульством России в Марокко, мы держим связь с несколькими сотнями наших сограждан россиян, которые, как мы, так же здесь сейчас находятся в Марокко и очень рассчитываем на то, что в ближайшее время будут предприняты какие-то меры, организованы какие-то вывозные рейсы для того, чтобы покинуть страну и поскорее вернуться домой. На сегодняшний день в Маракеше известны случаи уже и грабежа туристов, просто выхватывали сумки, отбирали. И по отношению к туристам, такого, что их не пускали в автобусы, в общественный транспорт. Я знаю, что некоторые люди сейчас испытывают проблемы с жильем, потому что во многих городах людей выселяют из гостиниц массово, потому что официально по распоряжению властей весь туристический бизнес, в том числе и гостиницы, все должно быть закрыто. Поэтому люди вынуждены жить у кого-то, снимать какие-то квартиры. Короче, выживают все как могут. Россиянка Дарья Мирошкина, в свою очередь, не имеет возможности покинуть Черногорию. Однако настроена оптимистично. Она говорит, что посольство России не предоставляет информации о том, когда и как им удастся уехать домой. Соотечественники поддерживают связь и помогают друг другу словом и делом. Что касается помощи какой-то, помощь оказывают ребята, которые просто в чате друг с другом общаются, предлагают жилье, предлагают вместе собраться, поехать в Подгорицу. Якобы оттуда будут вылеты. Анастасия Ринг, одна из 11 российских туристов, живущих в перуанской гостинице, говорит, что в их случае дело осложняется не только необходимостью несения непредвиденных расходов по оплате жилья, но и невозможностью связаться с российским диппредставительством. В городе Куска нет консульта России. Она находится в столице, в городе Лима. Туда мы не можем перебраться, потому что все способы передвижения закрыты. Консульство не принимает никаких мер для того, чтобы нас туда перенаправить. И сейчас, уже сегодня, закрылись практически все гостиницы в Пуско. Сейчас общее количество соотечественников, застрявших за границей, неизвестно. Ростуризм собрал лишь сведения с туроператоров о количестве находящихся за рубежом клиентов. Это минимум 100 тысяч человек. Работает наша гостиница. Естественно, ее мы оплачиваем за свой счет.